Непротивление силы Партнер не сопротивляется, идет к своему противнику и преобразует его движение в свое движение Преобразует его движение в свое движение Как есть в физике законы, так здесь также есть свои законы Я проигрываю в расстоянии, но выигрываю в положении Я принимаю то положение, которое в данной ситуации удобно будет Выигрываем в положении Выигрываю в положении То есть этот принцип обусловлен тем, что ваша задача на первых порах не сопротивляться к партнеру Отдавать полностью всю силу Оказывается, в его сфере влияния, в его зоне воздействие на вас Ваша задача преобразовать, то есть работать по ситуации В зависимости от того, как вы встали, где вы находитесь, под каким углом Проработка тела на две точки Здесь задача основная Это увидеть при приложении двух сходящихся сил, что происходит с партнером Что происходит с партнером Ваша задача основная Это лишь отслеживание и запоминание Отслеживание и запоминание Когда вы прикладываете к телу партнера две силы сходящихся Две сходящихся силы Упражнение так и называется Упражнение на две точки Упражнение на две точки Сначала мы выполняем в статике Изучаем партнера Как можно партнера согнуть Вывести его из равновесия При приложении в различные части тела Сходящихся сил Также мы используем крутящийся момент Крутящийся момент После этого мы переходим к выполнению упражнения В динамике Партнер не сопротивляется Вы подстраивайтесь под движение партнера И накладывайте свои руки так, как вы накладывали их в статике При этом двигайтесь сами Выбирайте необходимое положение тела по отношению к партнеру Такое простое развивающее упражнение Это упражнение позволяет почувствовать Как правильно нужно накладывать силы по отношению к партнеру Забирание партнера Забирание партнера Следующий принцип работы Это принцип продолжения движения Принцип продолжения движения Обуславливается тем, что вы не останавливаете движение партнера А своим движением Продолжайте его движение И ищите те необходимые две точки Чтобы партнера с валителя вывести его в нижний уровень Давайте посмотрим Воздействие на болевой кисти Преобразуем То есть партнер еще раз смотрим Давайте посмотрим Преобразуем его действие И выводим свое действие То, которое вам необходимо Продолжаем движение партнера Продолжение движения Не сопротивляясь Продолжаем движение партнера Не сопротивляясь Продолжаем движение партнера Не сопротивляясь Основные ошибки в этой работе заключаются в том, что Вы Многие Поначалу начинают включать силу И бороться за захват Это неправильно Если партнер по физической структуре И по массе сильнее меня То я проиграю и захват, и схват Поэтому на первых порах На первых началах Не надо сопротивляться захвату Захват идет Нужно его преобразовать по движению Свою пользу По движению Свою пользу Еще раз Вот с типовым захватом на ногу Как я буду продолжать движение Я иду туда, куда он меня ведет Я иду туда, куда он меня ведет Я иду туда, куда он меня ведет И преобразую это движение в свое движение Также с шеей Продолжение движения И продолжаю его же движение Но со своими наработками Следующий принцип Это принцип непрерывности О чем говорит этот принцип? Этот принцип говорит о том, что необходимо Даже если у вас Не получился уход от захвата Так как вы хотели Ну например, захват за грудь Захват за грудь Захват за грудь Вы пытались уйти Но партнер не дал вам своей силы Или передвижения Или передвижения Пытаетесь уйти Но партнер вам не дает Он жестко стоит на ногах Ваша задача Не бросать Не отталкивать его А продолжать Переходить на другую работу То есть на другой уровень Или на другую сторону Воздействия на партнера Зачастую бывает ошибочно Если что-то не пошло То вы сразу пытаетесь Отбросить партнер Это не правильно Ваша задача Не отбрасывать партнер А работать с ним До конца Не пошло это действие Не пошло это действие Переходить на другой Это не пошло Перешли на другой Таким образом у вас получается Своеобразная змейка Своеобразная змейка Еще раз Я пытаюсь освободиться От этого захвата У меня не получается У меня не получается Это действие Но я не должен Опять вырываться Или отталкивать партнера Потому что я могу Получить удар Я могу Сам себя Вывести из равновесия Поэтому старайтесь Даже если у вас Не получилось Освобождение От захвата Не получилось Продолжать движение Продолжать движение Вот суть этого принципа Непрерывность Я в постоянном поиске Я ищу там Где можно сработать Спартнера Там где можно его свалить Опять же захват за корпус Произошел Я пытаюсь что-то сделать Но не получается Не получается Не получается И я ищу там Где можно сработать В постоянном движении Не получается Не получается Но я постоянно работаю Постоянно ищу И этот поиск Приводит к ожидаемому результату Вот в чем Принцип Задача принципа Непрерывности движения Не прерывать В первом слове Не прерывать движение Не при каком Сечении обстоятельств Двигаться и искать Не разрывать Той логической цепи В которой вы вводите Своего партнера Ведете его по движению А добиваться Работы до концовки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...